Коллеги, давайте, наверное, добрый почти уже вечер. Начнем нашу секцию. Блокчейн работает на бизнес. У нас на сегодня достаточно представительная такая панель спикеров. И я как раз хотела бы начать с представления наших спикеров, наших участников сегодня. Ага, вот отлично, Денис тоже подошел как раз. Денис Дадон, директор Центра разработки и инноваций Альфа-банка. И сегодня, когда мы будем обсуждать с вами конкретные применения блокчейна в конкретных бизнес-кейсах, Денис нам расскажет о том, как блокчейн помогает в торговом финансировании. Парвиз Тухтасунов, директор Федеральной кадастровой палаты Росреестра. Парвиз расскажет нам о электронной ипотеке, надеюсь, и закладных на недвижимость. Сахиб Гасанов, руководитель направления Финтех Центрального банка Азербайджана. Сахиб расскажет нам сегодня о децентрализованной идентификации. Юрий Дубин, директор депозитария Сбербанка. И Юрий нам сегодня расскажет о том, как может выглядеть токенизация активов и децентрализованная депозитарная система. Клайв Кук, директор по продажам блокчейн-консорциума R3, который подробно нам расскажет о том, какие бизнес-кейсы реализованы на платформе Корде, какую ценность приносит для бизнеса. Николай Муханов, генеральный директор S7 Tech Lab, поделится опытом использования блокчейна в авиации. И Эдди Астанин, председатель правления национального расчетного депозитария. Но тоже, я думаю, что тема токенизации активов в блокчейне, сегодня мы ее обсудим. Коллеги, тема блокчейна прожила, на мой взгляд, такой период хайпа, ажиотажа, который происходил на фоне ICO, криптовалют. И сегодня мы видим, что интерес инвесторов к этой технологии остается, объем инвестиций в блокчейн-технологию удваивается, появляются новые кейсы. На сегодняшний день мы видим, что появляются в том числе новые компетенции, то есть появляется ресурс, появляются новые специалисты блокчейн, скажем так. Регуляторы порядка 40 стран проводят всевозможные тестирования, пилотирования, эксперименты с блокчейном. И это говорит о том, что все-таки технология, пережив свой вот этот хайп, на самом деле перешла в очень такую здоровую фазу оценки применения технологии в бизнес. Для нас самое приятное время, потому что никто не дергает, никто не бегает, а все просто работают и понимают, каким образом технология может быть применена в бизнесе. Если говорить, ну на самом деле, если действительно много пилотов, много экспериментов, но на сегодняшний день, на самом деле, очень мало пока промышленного внедрения. У нас, на самом деле, с точки зрения технологии, на мой взгляд, нет, на самом деле, уже серьезных каких-то таких вопросов, потому что технологии действительно активно развиваются. На сегодняшний день порядка 20 технологических платформ созданы. Действительно, топ-3 платформы – это платформы Ethereum, Hyperledger и Corda, которые используются в большинстве кейсов, на самом деле. Но на наш взгляд, для того, чтобы двигаться с внедрением данной технологии, и вот пройдя этот хайп, двигаться действительно в применение в бизнес, двигаться в промышленную эксплуатацию, необходимо подойти к этому вопросу комплексно. Да, есть технология, да, сегодня она уже имеет определенную степень зрелости, хотя продолжает активно развиваться, на самом деле. Но есть еще три очень важных, на наш взгляд, аспекта. Во-первых, это вопрос, безусловно, информационной безопасности. То есть сам по себе децентрализованный реестр, безусловно, технология, которая прекрасна с точки зрения прозрачности, с точки зрения нового типа взаимодействия между участниками, которая позволяет избежать во многом серого рынка, мошеннических сделок и так далее. Но при этом остается вопрос информационной безопасности. Безусловно, важна governance модель, то есть определение правил взаимодействия между участниками, распределение ответственности, распределение риска и так далее. Ну и последняя составляющая – это, безусловно, применение этой технологии в бизнесе. То есть какие конкретно задачи технология может на самом деле решать? Хочется избежать. И сейчас мы видим, на самом деле, на площадке бывает очень часто, когда, несмотря на то, что хайп, как я уже сказала, прошла, блокчейн хочется натянуть на все, на все процессы. И вот очень важно вот этот соблазн найти, как кажется иногда, золотую какую-то таблетку, да золотую, я не знаю, как правильно говоря, да какую-то пилюлю такую, которая спасет все. Нет, на самом деле очень надо аккуратно подходить к тому, где действительно, в каких конкретно проблемах, в каких конкретно бизнес-процессах блокчейн действительно может решить задачу гораздо более эффективнее, чем существующие технологии. И здесь я хочу, на самом деле, новость вышла у нас вчера, но я не могу не поделиться еще раз ей с вами. На самом деле, произошло, на мой взгляд, знаменательное событие вообще на рынке блокчейна в России. Вчера платформа MasterChain получила положительное заключение по сертификации ФСБ. И как мы говорим, MasterChain теперь в законе. Платформа готова к промышленной эксплуатации. В настоящий момент, помимо вопросов информационной безопасности, на площадке ассоциации были проработаны вопросы, общие условия взаимодействия участников, которые определяют как раз распределение риска, ответственности. Определены регламенты взаимодействия в рамках как раз децентрализованной депозитарной системы, которая была разработана на MasterChain. Поэтому на рынке, на мой взгляд, появилась первая платформа, которую можно действительно использовать на рынке финансовых услуг. Ну, а теперь я предлагаю, как бы с такой вот небольшой затравочкой, да, на тему того, что как все-таки блокчейн перенести в жизнь, как начать использовать это в бизнесе. Мне бы хотелось начать, наверное, с такого вопроса. В 2017 году, когда MasterChain, на самом деле, только начинала разрабатываться, тогда уже, на самом деле, был выведен на рынок кейс Марка Пола. Наверное, один из самых таких уже зрелых кейсов. Это кейс, который был разработан в рамках консорциума R3 на платформе Корде. Альфа-банк присоединился к этому кейсу, и у меня вопрос к Денису будет. Денис, какой настоящий момент статуса этого проекта? То есть, какие есть на сегодняшний момент ожидания у Альфа-банка от этого проекта? Может быть, есть уже какое-то понимание экономического эффекта от внедрения? Произошло ли сокращение издержек? Или, может быть, сокращение времени совершения операции? Расскажите все-таки, вот что блокчейн дает бизнесу? Вообще, мне сегодня хотелось бы со спикерами больше говорить не о технологии, но у нас и спикеры не про технологию, да, а именно про бизнес. Что действительно может давать технология бизнесу? Спасибо, Денис. Добрый день, коллеги. Татьяна, спасибо за вопрос. Очень такой и технический, и экономический, и философский одновременно, потому что я, может, сначала про платформу расскажу, потом больше про бизнес. Да, зачем нужно? А у нас есть еще вот Клайв здесь, я думаю, что он подробно расскажет про платформу. Я про Марка Пола имею в виду, про сам кейс, а про Корду там уже Клайв прокомментирует. На самом деле, кейс Марка Пола, решение по торговому финансированию развивается достаточно давно. Ключевая составляющая там этого решения заключается в том, чтобы оптимизировать, во-первых, документы оборотов между корпорациями, между банками и между всеми смежными участниками, которые могут туда подключаться. То есть это страховые, это логисты и другие игроки, которые могут иметь отношение к процессу движения товара. Кейс находится в состоянии сейчас выпуска фактически. Из банковского инструментария там находится новый такой вот вид обеспечения, называется Payment Commitment. Это что-то среднее между гарантией и аккредитивом. И включена возможность дисконтирования выручки. Мы вот протестировали буквально вот недавно с НЛМК, вот вышел пресс-релиз, провели пилот на этой платформе, как раз вот рассматривали поставку между НЛМК и немецким поставщиком, в рамках которой фактически происходила закупка, происходила выписка инвойса. Фактически запрашивалось обязательство о том, что нужно прогарантировать оплату. И это обязательство фактически там сейчас уже там в текущей версии платформы может быть дисконтировано. Это вот как раз вопрос к тому, зачем нужен блокчейн и как эта платформа и вообще в целом сама технология, она применима для бизнеса. Точно видим, что в процессе торгового финансирования, это вот мы видим не только в Маркополе и вот такие связанные с мастер-чейном банковские гарантии, есть большой лаг с точки зрения согласования действий между участниками процесса. Ну то есть покупатель, продавец, банк, то есть есть очень много разнородных условий, которые единая среда могла бы все это согласовывать. И вот такого рода бизнес-приложения, которые появляются вот и мастер-чейн и Маркопола, которые, ну банковские гарантии я имею в виду сейчас в данном случае, которые создают бизнес-приложения на децентрализованной среде, позволяющие соединить участников там в единую экосистемную составляющую, они несут большую ценность. Потому что фактически у тебя есть приложение и у клиента, и у банка, и такая же среда может появиться там у других игроков, когда ты там входишь в бизнес-приложение с определенной ролью. Ты обмениваешься статусами, ты получаешь продукты. Здесь вот как раз основная проблема, которую я вижу, она пока существует и слабо решается, это возможность вывести продукт со стороны банка в это приложение. Ну потому что по большей части все всегда у банка живет в централизованной среде, процессы разнородные, и тут появляется возможность все это там перевести вот в эту среду. И вот эти вот платформы там и мастер-чейн, и Маркопола, они вот как раз показывают, что спрос на рынке есть, есть бизнес-эффект. Отвечая на вопрос, какую ценность это несет, оно несет ценность, во-первых, с точки зрения сокращения временных издержек там на управление этим продуктом, и более быстрые, скажем так, процессы, которые выражаются уже не в цифровом, а в материальном мире, потому что информация, когда она быстро обменивается, меняется там между контрагентами, она приводит к тому, что иные действия, связанные с этим, совершаются также быстрее. Это уже видно, и на самом деле, общаясь с клиентами и по международному направлению, и внутри России, там, когда вот обсуждаем те же гарантии, вот смотрим вообще, насколько рынок вообще готов. Самая сложная проблема, она как раз, на мой взгляд, находится именно в плоскости инфраструктуры, то есть governance там можно обсудить, то есть как это управляется, как создавать там, управлять децентрализованной средой, потому что в любом случае, вот мое мнение, что технологическая децентрализация, это в любом случае равно юридическая централизация в том или ином виде. То есть да, это может быть одно юрлицо, это может быть группа лиц, но потому что вот если, например, с Марка Пола сравнивать, там фактически есть технологический оператор Trade.ex, есть банковское сообщество, которое этим решением управляет, создает продукт, платформу, и я так думаю, что будет посредством там голосования, также вот владеть платформой и управлять. Вполне возможно, что и у мастер-чейна похожая структура может быть, потому что есть хороший опыт, его можно переиспользовать, и видится, что вот при технологической централизации может быть абсолютно полная, скажем так, централизованная модель управления и продуктом, и платформой, и ответственностью в рамках этого решения. Вот если вот коротко, наверное, я бы так ответил. Спасибо, Денис, спасибо большое. И как раз я бы хотела, наверное, перейти к Клайву. К Клайв, к вам вопрос такой. Платформа Корда создает кейсы, и вообще консорциум работает в разных юрисдикциях. При этом стандарты и требования к информационной безопасности, они, наверное, немного разные, да, в том числе требования к применению стандарта криптографии. У нас в России регулятором с точки зрения криптографии является ФСБ, да, и мы, когда с Мастерчейном проходили как раз эту сертификацию, мы в том числе разрабатывали совместно с Криптопро, саму методику оценки и так далее. Да, в США немножко другой опыт, да, там сами участники берут на себя ответственность за контролем информационной безопасности. Вот как с точки зрения такой действительно платформы, которая участвует в разных юрисдикциях с разными правилами, какой у вас подход к локализации, скажем так, решения платформы в каждой юрисдикции в каждой стране, какие есть требования участников, оставляются ли они и делают себе какую-то адаптацию своей платформы? Продолжение следует... рынком, на которых мы и должны были работать кордой изначально, формировалась архитектурная рабочая группа. И эта архитектурная рабочая группа состояла из каких-то регулируемых органов, банков, которые привыкли работать в подобной обстановке. И с самого начала их вклад заключался не только в области функционала, но также они соответствовали требованиям регуляторики, чтобы такие платформы, как Курда, они должны придерживаться, они должны были соответствовать определенным нормативным требованиям. Мы провели оценку, и Курда, скажем так, это не было произвольным инструментом чего-либо еще. То есть мы не строили Курду для криптовалюты, для того, чтобы вмешаться в работу банков, допустим, чтобы они перестали быть посредниками в транзакциях. То есть мы не хотели выступать таким анархистом, который был бы призван изменить систему платежей. То есть банки решили создать эту платформу для собственных целей, и поэтому Курда отличается от Эфириума и от других платформ. Нужно сказать, что Курда на самом деле была осознана теми, кто знал, для чего они это создают. Изначально происходила определенная адаптация для конкретных кейсов, для конкретных участников, насколько я понимаю, и строилась на основании требований. В консорциум входит более 300, насколько я понимаю, участников. Как выстроены механизмы принять все решения в консорциуме? Например, могут ли участники повлиять на тарификацию? И есть ли разные условия для участников разных стран? Ну, Курда сама по себе. Это как iOS для айфона. То есть платформа Курда, она работает с различными приложениями, которые разработаны и которые, соответственно, базируются на платформе Курда. Эти приложения, они на самом деле не разрабатываются R3, потому что R3 не разрабатывает никаких приложений вообще. Все приложения, соответственно, они все конкурируют друг с другом. Допустим, это K1C, это торговое финансирование, это страховые услуги. Неважно, это все индивидуальные приложения, которые разрабатываются кем-то еще. Мы, безусловно, оказываем поддержку им, потому что создана такая крупная сеть, которая раньше включала банки, а теперь это не только банки, это страховые компании. Также это различные корпоративные компании, становятся все больше и больше. В основном это, допустим, это КОП производства, это цепочка поставок и сами приложения. И интересно, можно отметить, что самые успешные приложения, они... Это те приложения, которые появляются, соответственно, появятся через несколько недель этого года. Они так же, как и Курда, они так же все разработаны при поддержке пользователей. Мы уже говорили про Марко Пола, но опять же, с точки зрения аккредитивов, существует продукт, который скоро будет называться Вольтрон, который сейчас подвергается HBC, одним из крупнейших кредитных дилеров в мире. Я думаю, что это должно дать вам понять, что все эти вещи, они не создаются в изоляции. И просто из-за поддержки пользователей это не гарантирует успех этих приложений. Но с точки зрения управления, и вернусь к вашему вопросу, вы ожидаете, что пользователи сами, если они принимают участие в разработке этих приложений, что они тогда поделятся своим мнением, своим фидбэком относительно функционала, как они считают, должны работать или иные приложения, соответственно. Они будут делиться мнением по поводу тарификации и ценообразования, возвращаясь к вашим вопросам. И да, некоторые из этих приложений, они могут иметь различные тарифы в разных странах. Допустим, в случае с Марко Поло, Марко Поло не проводит различия между, допустим, крупным производителем, который выпускает десятки тысяч документов в течение года и десятки тысяч инвойцев, и, допустим, небольшим поставщиком, который, допустим, направляет Деймлеру или БМВ один инвойс в месяц. То есть нет для Марко Поло никакого различия. И да, безусловно, в общем-то, ценообразование отражает общее использование. Вопрос конкретного кейса собирается мини-сообщество, которое в итоге принимает участие как, естественно, в функциональных требованиях, так, как я понимаю, высказывает мнение относительно цены или все-таки участвует в решении? Я бы не сказал, что они принимают участие в процессе принятия решения, потому что, если мы говорим об R3, то это коммерческая структура, несмотря на то, что там есть акционеры в виде банков, но у них меньшинство акций, они не могут сравниться по количеству акций с другими участниками, с учредителями, и у нас есть совещание, когда мы принимаем решение, какая цена будет у приложения, как будет варьироваться эта цена, какие услуги она будет включать, и у нас абсолютно коммерческая структура, подобно 3DX, TradeLX, которая создала Марко Поло, и мы говорим о консорциуме банков, которые работают вместе, и главная проблема с консорциумом банков состоит в взаимоуважении, потому что нам всегда требуется коммерческий вопрос, который будет стоять во главе угла, и вот эта коммерческая составляющая должна двигать весь процесс принятия решений и всю деятельность, поэтому здесь необходимо проводить различия между тем, что мы называем консорциумом, и тем, что мы называем процессом консультации, и это два разных понятия. Хотелось бы вернуться, Денис, к вам. Вопрос такой. В частности, в том числе в торговом финансировании, наверное, один из психологических механизмов, которые в том числе позволяют сокращать и время, и издержки, это использование смарт-контрактов. С другой стороны, вообще использование смарт-контрактов возможно только в том случае, если мы говорим об определенных стандартных документах. То есть вопрос стандартизации документов, вообще стандартизации данных, на мой взгляд, там является ключевой историей. Вы участвовали в нескольких проектах, ну, мы сейчас говорили о Маркополе, изучали другие проекты по торговому финансированию в том числе. Можете рассказать о международном опыте, если вы с ним сталкивались и видели, как, что происходит со стандартизацией? Ну, это на самом деле очень сложный вопрос, но с точки зрения его текущего состояния, я имею в виду, вот, как это сейчас реализуется. У R3, но даже не у R3, наверное, у группы банков, которые вокруг корда работают, у них там, они смотрят, например, сейчас на создание UTN, это Universal Trade Network, который фактически при ICC будет создавать эти стандарты. С другой стороны, нужно сказать, что большая часть документов, которые можно было бы как-то стандартизировать, они находятся в закрытых базах данных, то есть нет куда их брать, ну, за исключением, например, проектов Болеро и ССДОКС, которые могут качать данные по международным консаментам. Можно там собрать данные какие-то по invoice, либо purchase order, потому что, то есть они такие достаточно стандартные. Все остальные документы, касающиеся торгового финансирования, они пока еще находятся в состоянии не оцифрованном в принципе. То есть когда оно не оцифровано, то есть стандартизировать, то есть по сути нечего. Ключевое, что сейчас делается на рынке стандартов, это предпринимаются подходы в части того, как работать с правилами в рамках тех или иных консорциумов. То есть как определять правила игры, то есть кто есть там управляющий орган, продуктовый комитет, кто стандартизирует какие-то там стандартные обмены документами, как должен работать протокол и так далее. Ну, то есть мы смотрели разные решения из того, что я вижу, что выработанного прям такого классического подхода нет. То есть есть инициативы, но это в том числе потому, что, во-первых, большое количество игроков, и здесь нельзя всех заставить сказать, что будет вот так. Они договариваются, они ищут механизмы, которые бы позволили как-то синхронизировать. И вполне возможно, что какие-то национальные практики могут давать посылы к тому, чтобы строить в том числе международный стандарт. Возьмем, к примеру, даже вот мастер-чейн на АФТ, вот как делается это в России. Это вот на примере того, как здесь это происходит. Фактически вот то, что вот вы сейчас сделали в рамках выпуска вот этой вот сертифицированной платформы, это такой коллективный труд, который делался там группой банков с точки зрения разработки платформы. При этом большая часть именно административной работы лежала на мастер-чейне, как органе, который по сути является голосом рынка, голосом банков относительно там всего регуляторного контекста, который вокруг этого живет. На фоне этого в том числе сейчас будут образовываться правила, на мой взгляд, то есть сам подход, который вот здесь вот сейчас образуется, он в том числе может служить примером где-то на международных рынках. Аналогично вы можете брать практики откуда-то еще, но я пока нигде не видел, вот мы смотрели, общались там, E-Trade, Voltron, Marco Polo, Comgo, смотрели, то есть разные платформы торгового финансирования, где есть нетворк, есть платформа, неважно, будь то там, Corum, Hyperledger, Corda и так далее, которые пока делают бизнес-правила внутри них. Но это в любом случае всегда будет правилами, это не будет законом, это будет в любом случае, как, например, вот UCP 600 или взять IncoTerms, которые фактически являются таким открытым, принятым бизнес-законом, где стороны договорились, они живут, они доверяют и в арбитраже точно так же рассматривают. Вот я вижу, что вот по этому же пути будут идти вот эти вот решения, где будут как индивидуальные правила, так и, возможно, где-то родятся международные, например, Universal Trade Network является тому примером, который при ICC уже пытается стандартизировать взаимоотношения там вот на примере вот того же Марка Пола, Вольтрона и других инструментов. Спасибо, Денис. Действительно, движение в цифровую трансформацию, это на самом деле касается не только блокчейна, и сейчас мы обсуждали АПИ, это, безусловно, вопрос стандартизации. Да, только таким образом необходимо, можно переходить в цифру и дальше, соответственно, уже совершать ту самую цифровую трансформацию. И блокчейн здесь, безусловно, не исключение. Мне хотелось бы перейти, наверное, к следующей теме. И есть в последнее время такое понимание на рынке о том, что блокчейн прекрасно ложится в задачу токенизации активов. И здесь я бы хотела, наверное, вопрос задать, Юрий, вам, так как вы на площадке ассоциации Сбербанк, депозитарий Сбербанка, был одним из инициаторов создания на блокчейне решения для децентрализованной депозитарной системы для учета электронных закладных, где электронная закладная у Мастерчейн является токеном, соответственно, обменивается внутри сети. Расскажите, пожалуйста, немножко вообще о сути проекта, что это вам как по депозитарию дало и какие, на ваш взгляд, ключевые факторы успеха выхода в промышленную эксплуатацию, потому что Кейс сейчас готовится уже к промышленной эксплуатации. Расскажите, пожалуйста. Я, наверное, для того, чтобы понять, в чем там был бизнес, придется откатиться тоже к 2016 году, к тому моменту, когда была введена электронная регистрация ипотеки. То есть, очень хорошо она заработала, стало большое количество ипотечных кредитов регистрироваться в электрическом виде, но при этом вторая часть, то есть, после того, как кредит выдан, ипотека зарегистрирована, хотелось бы получить закладную тоже в электронном виде, чтобы можно было процесс секвитеризации ипотеки запустить быстро. К сожалению, поскольку у нас до сегодняшнего дня большая часть закладных существует в бумажном виде, если мы посмотрим на объем ипотечных ценных бумаг и объем ипотеки, выданные, у нас примерно секвитеризация около 5%, что, в общем, совсем не похоже на другие рынки, я бы так сказал. И основное, ну, собственно, драйвер, основное, что хотелось бы получить всем участникам ипотечного рынка, это электронную закладную. Это, конечно, очень мощный стимул иметь такой инструмент. И в 2017 году Дом РФ начал активно привлекать другие тоже банки к проработке законопроекта по электронной закладной. И в этот момент, ну, понятно, вначале был стандартный подход, давайте мы сейчас сделаем электронную ценную бумагу и положим ее в центральный депозитарий, ну, а дальше все как всегда. Но проблема оказалась сложнее, потому что каждая закладная это фактически выпуск ценных бумаг, ну, если переводить на язык эмиссионных бумаг, потому что у каждой закладной свой заемщик-эмитент, у которого там свои правила и так далее. То есть мы имеем дело с очень большим количеством выпусков, ну, там, существует миллион выпусков, условно говоря, если мы сравним с количеством облигационных выпусков, там, ну, там, он десятки тысяч, да, здесь вот очень много. И самый правильный путь по этому, для того, чтобы этот рынок вот быстро запустился и жил, это дать возможность банкам ипотечным по-прежнему взаимодействовать с заемщиками напрямую, чтобы быстро и оперативно решать все вопросы. А это означает, что учет электронных закладных должен быть децентрализованным. Ну, вот, логика такая. Дальше что? Начали смотреть, ну, хорошо, мы все привыкли жить в централизованной системе, у которой очень много плюсов. Это скорость, это финальность расчетов, это прозрачность рынка, то есть то, что сразу всем видно. Ну, и появилась идея у участников, что, в принципе, если мы сделаем вот эту учетную систему децентрализованной, ну, вот, на технологиях распределенного реестра, то вопросы, связанные с прозрачностью, вопросы, связанные с финальностью расчетов, и, собственно говоря, со скоростью, нам удастся решить. Соответственно, закон вышел, закон вышел в конце семнадцатого года, закон описывает децентрализованный учет закладных, но при этом, поскольку уже на этой стадии обсуждалось, что мы попробуем сделать систему на распределенных реестрах, закон этому абсолютно не противоречит. Ну, то есть, можно, там не упоминается нигде слов про блокчейн и распределенный реестр, но, тем не менее, он полностью дает возможность это сделать. Ну, собственно говоря, вот, если говорить о факторах успеха, законодательство, как минимум, не должно мешать сделать что-то в децентрализованной системе. Значит, дальше, собственно, этот проект принесли, стали думать, да, а что дальше это будет, как управлять-то всем этим будет, потому что не хотелось бы делать это как коммерческий проект, поскольку для большинства, вот, скажем так, заинтересованных участников, то есть, для ипотечных банков, для всех value понятен. Это электронная бумага и это cost-cutting, причем очень серьезный, связанный с одной стороны с электронной закладной, а с другой стороны со скоростью расчетов и прозрачностью расчетов, что можно получить вот именно в этой системе. Консорциум нужен вот в каком-то виде, так сказать, сейчас как бы подумали, что давайте попробуем это сделать на площадке ассоциаций. То есть, наверное, наше преимущество в данном случае было, в отличие от кейса, скажем, с торговым финансированием, что ипотечных банков немного. Ну, то есть, условно говоря, там первые 10 банков практически там 90% выпуска всех закладных закрывает. Поэтому нам, в общем, удалось, описав эту систему, все банки потенциально заинтересанта к этой истории привлечь. Ну, и вот площадка, на которой мы могли договариваться, обсуждать, а мы обсудили, полностью договорились по стандартам учета, по системам учета, по всей вот этой вот части, это как раз была ассоциация финтех. То есть, собственно, та площадка некоммерческая, на которой можно было бы эти правила установить. Спасибо большое. то есть, понятно, что я об этом знаю, но для аудитории, то есть, Юрий, по поводу вот как раз договорных отношений, потому что действительно важно перед тем, как идти в пром, мы построили технологию, мы ее обезопасили, скажем так, сертифицировав, с точки зрения выхода в пром, очень важны именно там юридические отношения, определение прав, обязанности, ответственности. Вот могли бы вы прокомментировать, как на сегодняшний момент, на ваш взгляд, выглядят эти правоотношения между участниками, между оператором, который определен в настоящий момент как ассоциация финтех, и противоречит ли это текущему законодательству или там поддержанным законодательством и так далее. Ну, во-первых, хотелось сразу сказать, что вот Татьяна первый вопрос поставила про токенизацию, да, и я так до конца не ответил, что да, конечно, у нас токенизация, ну, то есть действительно в учетной системе обращается токен, но поскольку у нас был постулат, что мы точно соблюдаем все текущее законодательство и не вносим никакие изменения ни в какое законодательство и регулирование, у нас система за счет смарт-контрактов поддерживает полностью весь порядок депозитарного учета, установленный текущим регулированием. То есть, да, транзакция прошла в токенах, но после этого запустился смарт-контракт, который, как он работает, мы полностью все обсудили и положили это в условия деп-деятельности системы, в которой полностью выпускаются депозитарные поручения, они регистрируются, они журналируются, формируются все отчеты, необходимые на каждом уровне, соответственно, из одного депозитария и в другое все это переходит. То есть, вот вся логика, которая обязывает, предписывает дело текущее регулирование, она полностью в системе воспроизведена. Ну, то есть, полностью вот это все в системе ложится и записывается смарт-контракт, и михашируется, соответственно, это потом нельзя отыграть, это регулятору просто проверять и так далее. Так вот, про договорные отношения. Вот Денис был совершенно прав, когда говорил о том, что, да, видимо, централизованная история с договорными отношениями мы никуда не денемся. То есть, да, система на айтишном уровне она децентрализована, так как сейчас у нас сделано, у нас сделаны договорные отношения по принципу звезды, то есть, есть оператор ассоциации Афинтех, и каждый участник заключает одинаковый совершенно договор с ассоциацией. Договор большой, вот в текущем варианте это больше ста страниц. поскольку в нем надо было прописать очень много вещей, ну, я думаю, что еще эта редакция, естественно, хоть он и один, она будет там еще дальше меняться, сделана в форме присоединения, ну, то есть, для того, чтобы как раз сохранить единый текст условий, то есть, мы присоединяемся к этим условиям, договор присоединения. Там лицензионные требования, там сертификация и подключение, там, соответственно, поддержка и сопровождение системы, там информобезопасность, там инциденты, их оповещение о них и расследование инцидентов. Ну, и, конечно, существенная часть это вот условия депозитарной деятельности по, собственно говоря, конкретному инструменту. То есть, то, что дальше, вот на основании этого документа все лицензированные, все участники системы лицензированные депозитарии будут делать свои соглашения с клиентами, свои депозитарные договоры, они, естественно, будут двусторонние, и если мы говорим, что в рамках, а внутри этой системы есть коротношения между участниками, между депозитариями, там, опять же, двухсторонние соглашения. Ну, вот так. Спасибо большое, Юрий. Мне бы хотелось, что участникам этого кейса, в учетах электронных закладных, помимо банков и депозитариев, является и Росреестр. Мне бы хотелось задать вопрос по РВИЗу. Мы говорим о децентрализованных реестрах, вопрос Росреестра имеет одни и те же корень, можно сказать, да, реестр. И в этом смысле, действительно, вы были одной из государственных учреждений, которые одни из первых пропилотировали вообще технологию блокчейна. Расскажите, насколько вообще тяжело для госучреждений, да, потому что все-таки гибкости гораздо меньше, внедрять инновации, такие инновации, как, например, децентрализованный реестр. Спасибо. Наверное, знаете, как я отвечу, вот мы пока еще не внедрили нигде децентрализованный реестр, нигде, мы делали пилотные проекты, действительно, это же вернусь в 2016 год, начало 2017 года, волну хайпа, когда тема активно обсуждалась, первые идеи, которые у нас, в нас закинули в связи с тем, что просто названия одинаковые, Росреестр, это церковный реестр, была идея вообще взять и перевести все, всю систему регистрации прав на блокчейн. Знаете, мы там даже съездили в Швецию, 300 лет системы учета кадастра, идеальная система, выверенная, они тоже с 2016 года начали думать о том, чтобы переехать на блокчейн, до сих пор тоже не переехали. Если они со своими правильными заходами, с правильными, с возможностью финансирования, с интересом со всех сторон это не сделали, что было бы у нас, если бы мы сразу туда кинулись головой. Именно поэтому для нас был интересен другой кейс, который мы реализовали в Ленобласти, как пилотный проект, это как раз те самые смарт-контракты, очень простая история, когда есть фонд страхования участников долевого строительства, есть покупатель, есть банк, есть застройщик, фонд должен нам, Росреестру, ответить о том, что да, действительно, по этому договору долевого участия деньги есть, дальше мы говорим, что их надо зарезервировать, фонд резервирует, отвечает нам, только после этого мы можем регистрировать договор долевого участия. Действительно, проект сделали, потому что были три составляющие, было желание со стороны госоргана, была финансовая поддержка со стороны внешнеэкономбанка, Дома РФ, и была готовая платформа, блокчейн Экзонум, Битфьюри компания, соответственно, в Ленобласти очень быстро и недорого реализовали этот проект. Единственное, что он был признан удачным, не пошел дальше по одной простой причине, потому что мы меняли систему работы Росреестра, и поэтому, поскольку работали с унаследованными, к новым просто еще не докручивали, но я думаю, что вот к этому как раз кейсу можно вернуться в ближайшее время, и он действительно полезный, потому что это защита и клиента, и прозрачность, и неизменность, все, что присуще блокчейну. Что касается вообще пилотных проектов в рамках госорганов, тоже никакой проблемы нет, нужна решимость руководителя, нужна удача, и нужны деньги, самые главные деньги, потому что государство тратить на пилотные проекты ничего не может, соответственно, должен быть либо якорный инвестор, либо должен быть какой-то там фонд или сам разработчик. А вот когда мы решаем, что пилот хороший, правильный, его можно внедрять непосредственно в работу, вот здесь, соответственно, возникают проблемы. И главная проблема это полномочия. Я тогда буду на кейсе, наверное, мастер-чейна, где, кстати, поздравляю вас, вот он взаимодействует с государством, быстро, полтора года вы получили сертификацию. Надеюсь, с нами чуть быстрее будет, когда мы будем пытаться ноду мастер-чейна засунуть вовнутрь нашего ГИСа. Так вот, первое, для того, чтобы мы начали работать по этому проекту, и нас потом никто за это не наказал, нас, как госорган, нам нужно постановление. В данном случае это постановление правительства, которое позволит нам заниматься экспериментом. Окей, получили постановление, дальше нам нужно лицензированное ПО. В данном случае, слава богу, есть теперь сертификат, проблемы не будет, хотя я надеялся, что вы не получите, тогда мне надо будет это делать. Постановление скоро будет, пару из, так что... С постановлением вы тоже молодцы. Значит, следующий этап, после того, как мы решим засунуть ноду блокчейна в наш ГИС, нам придется заново проходить все вопросы, связанные с информационной безопасностью. Это модель угроз, модель нарушителя, опять согласование и так далее. Это тоже сложный, длительный период, и более того, опять для этого нужно заказывать работу, а для этого опять нужно финансирование. Я все время возвращаюсь к этому, потому что это главная проблема государственных учреждений. И после того, как мы решим эту проблему, нам, соответственно, нужно понять, кто будет дорабатывать наш ГИС для того, чтобы это все заработало. И кто дальше будет это поддерживать. Вот Юрий сейчас говорил о том, что есть большой договор, к которому все присоединили, все, кто участвует сейчас в этой истории, мы-то еще не присоединились. И когда мы присоединимся, мы тоже должны будем подписать, и мы еще туда добавим определенные условия, которые придется принимать. И он может быть не 100, превратиться в 200. Не в 200, но он все равно превратится. И только после этого мы сможем с вами начать работать и сказать, правильно это, неправильно работает это или не работает. Что касается электронных закладных, но здесь мы и так уже работаем пока, правда, без мастер-чейна, но уже не десятки, не сотни, а тысячи. На мастер-чейне, надеюсь, будет быстрее, защищенней. А для нас главное уменьшить нагрузку на наших сотрудников, потому что чем больше у нас автоматических доверенных операций, тем проще для нас с условием того, что нас постоянно подрезают по штату и просят от нас постоянную скорость. И надо, кстати, отметить, что в России это в топе с точки зрения вообще скорости обработки заявлений на регистрацию, поэтому, ну, все хотят еще быстрее. Нам уже на самом деле удалось сократить время, на самом деле, благодаря внедрению именно кусочка связанное с учетом, но я думаю, что действительно движение вперед нам позволит создать еще более, вы представляете, более высокие планки по скорости. Спасибо большое, Парвиз. Я на самом деле хотела бы перейти к следующему нашему спикеру, это Эдди Астанин, и здесь у меня тоже такой вопрос. национальный, как у нас расшифровывается, национальный, центральный, вернее, депозитарий является, национальный, второй, а, расчетный депозитарий, да, все никак не российский, точно, национальный расчетный депозитарий, да, можно и российский, да, является центральным, по сути, своей депозитария, да, как вот центральный депозитарий и распределенный реестр, Какие решения могут быть в центральном депозитарии и распределенном реестре? Какое может быть применение? Спасибо за вопрос. Мы много экспериментировали, достаточно много экспериментировали с блокчейном, тоже с 2016 года примерно. И по итогам нашего накопленного опыта мы выпустили white paper. Вот на карточке здесь можно по QR-коду скачать этот документ. Нет противоречия, потому что когда мы говорим про блокчейн в промышленном бизнес-среде, все равно мы говорим о permission blockchain, то есть о блокчейне, где есть центральный оператор, который не только управляет технологией, но и правилами, по которым участники этой технологии в этой сети работают. С этой точки зрения, скорее, это достаточно гармоничная технология даже для центральных структур, какой являемся и мы, центральный депозитарий. Поэтому мы видим применение этой технологии в тех рынках, это один из наших опытов, в тех рынках, где инфраструктура развита недостаточно хорошо по сравнению с финансовыми рынками, где решения уже отлаженные, достаточно эффективные, автоматизированные. Мы туда много инвестируют и с точки зрения надежности, капасти и так далее. Поэтому мы не видим угроз для традиционных систем, в частности центральных депозитарных, но мы видим возможность для применения блокчейна на тех рынках, где инфраструктура недостаточно развита. Мы сейчас совместно с Россельхозбанком пилотируем проект по использованию блокчейна для токенизации или цифровизации складских свидетельств на зерно. Мы полагаем, что здесь возникнет синергия, потому что мы с помощью токенизации планируем состыковать две среды – среду физического зерна, хранения, логистики и финансовую, финансовую, где можно торговать, рассчитываться, учитывать этот актив. Мы с оптимизмом смотрим на этот пилот. Если он будет удачным, мы сможем его масштабировать на другие типы активов, потому что в России один из крупнейших экспортеров зерна – это большой рынок, порядка 6 триллионов рублей в год. Есть еще металлы, есть уголь, лес и так далее. Поэтому мы не видим противоволечия, мы видим здесь больше возможностей. Да, вот вы сказали, что, да, в общем, многие участники сказали, что сама по себе технология распределенная не означает распределенное управление. Поэтому я понимаю, конечно, что, безусловно, центральный депозитарий может быть центральным с точки зрения управления, используя технологию распределенных реестров. Вы сказали про инфраструктуру, да, а на ваш взгляд, потому что технология распределенных реестров, она требует построения инфраструктуры все-таки, да? Кто, на ваш взгляд, должен инвестировать в инфраструктуру? Нужна ли здесь какая-то поддержка регулятора или это все-таки рынок должен создавать? Мы в своей практике ориентируемся на бизнес-кейсе, то есть на рыночные потребности участников, соответственно, мы инвестируем в эти решения. Здесь принципиально важным для нас – это второй конклюжен или второе заключение, которое мы поняли в рамках наших экспериментов. А если мы говорим о рынке, где оперируют институциональные инвесторы, это должна быть доверительная среда. Доверительная среда – это не только технология сама по себе блокчейн, это законы, это legal ground. Поэтому мы с нетерпением ждем появления закона о цифровых активах, потому что даже если мы будем оперировать токенами, как системно значимый институт под надзорным Центральному банку, мы должны показать, как мы учитываем этот актив, как он проходит в бухгалтерии, на бухучете, как налогооблагается. Эти все вещи достаточно скучные, но без них эта технология не получит промышленный масштаб. Поэтому я скажу так, что инвестирование должно быть бизнеса, но законодательство, конечно, это зона ответственности регулятора, и мы надеемся, что здесь будет результат. То есть вы говорите о том, что все-таки регулирование должно создать определенный, скажем так, фрейм такой, да? Комфорт. Который, да, комфорт, который для рынка, который уже сможет инвестировать, соответственно, в инфраструктуру и использовать сюжет. Даже ваш пример с мастер-чейном и вот этим разрешением, это говорит о том, что для того, чтобы там определенный класс участников работал в этой среде, они должны понимать, что это акцептовано, это легально и это регулируемо. Спасибо большое. Я хотела бы... Время у нас течет как вода, поэтому, к сожалению, надо будет двигаться дальше, Наш. В рамках мастер-чейн, Сахип, я хочу к вам вопрос задать, да? В рамках мастер-чейн мы используем стартап криптографии, с одной стороны. С другой стороны, у нас есть целая процедура идентификации участников, да? И с помощью удостоверяющего центра Ассоциации Финтех каждый участник сети проходит идентификацию. Ваш кейс, который реализован на технологии распределенных реестров блокчейн, это кейс KYC. Как у вас организована процедура идентификации клиентов? Как вообще вы обеспечиваете, скажем так, замкнутость с одной стороны, а с другой стороны открытость сети? Значит, наш проект был начат в прошлом году со стран Центрального банка Азербайджана. Немножко внесу ясность по поводу цели проекта, то есть это не совсем KYC. Главной целью является цифровая идентификация граждан. И в рамках данного проекта мы не просто разработали систему цифровой идентификации, но также мы создали платформу для использования данной идентификации с целью получения банковских услуг онлайн. Значит, что касается, каким образом происходит идентификация граждан, здесь предусмотрено три уровня идентификации. И в зависимости от этих уровней клиенты, то есть граждане, физические лица, юридические лица могут получать определенные услуги, скажем так. Значит, первый уровень идентификации основан на уникальном коде каждого гражданина и номере телефона, который привязан, то есть оформлен на его имя. С помощью специального сервиса мы можем получить информацию о том, что это действительно его номер телефона, проверить соответствие. И таким образом человек получает доступ к системе. И на примере банковских услуг он может открыть счет с минимальным лимитом, скажем, около 300 долларов в год. В данном случае не требуется цифровая подпись и какие-то другие дополнительные методы. Второй метод идентификации предусматривает проведение видеозвонка с банковским оператором. После проведения видеозвонка с банковским оператором физическое лицо может открыть счет средним лимитом около 4 тысяч долларов в год. И третий уровень идентификации предусматривает проведение видеозвонка и использование усиленной цифровой подписи. В данном случае и физические лица, и индивидуальные предприниматели, и юридические лица смогут открывать безлимитные счета банка. Что касается защиты данных и конфиденциальности, то мы используем международные стандарты. Данные у нас шифруются end-to-end, то есть между клиентом и обслуживающим банком. И также мы соблюдаем закон о защите персональных данных. И, соответственно, согласно этому закону мы обязательно должны использовать цифровую подпись, но это создает определенные неудобства для пользователей. И мы, со своей стороны, также работаем с другими государственными органами для упрощения данного процесса, как вот, в принципе, вы тоже работаете над процессом согласия клиента. То есть мы, со своей стороны, также думаем над тем, чтобы более упростить этот процесс. Спасибо. Я так понимаю, что сейчас пока проект находится на стадии прототипирования, да, насколько я понимаю? Значит, проект находится на стадии разработки. Сейчас мы подготовили функционал для физических лиц. Там предусмотрено открытие счетов, дебетовых карт, депозита. И на данный момент мы разрабатываем функционал для юридических лиц. До конца года мы планируем завершить этот проект. И в начале следующего года мы планируем сделать запуск системы. Вот. И, пользуясь случаем, хотел бы пригласить всех участников на запуск нашей системы. Вот. В принципе, вот. Спасибо. Обязательно. Думаю, все приедем. У меня еще к вам вопрос, на самом деле. То есть сейчас, я так понимаю, что это один из таких первых больших инфраструктурных проектов. Здесь два вопроса, на самом деле. Первый вопрос у нас, потому что, если мы говорим про Россию, то в рамках Ассоциации Финтех у нас есть отдельное направление развития распределенных реестров. И совместно на площадке вместе с участниками, вместе с регулятором, скажем так, мы пытаемся построить определенную стратегию развития, в том числе технологические решения. Как Центральный банк Азербайджана видит роль регулятора Центрального банка вообще в развитии распределенных реестров? То есть это является частью стратегии развития финансового рынка? Или как вообще вы видите развитие этой технологии в финансовом секторе как регулятор уже? Это первый вопрос. И второй вопрос. Планируете ли вы, потому что, насколько я понимаю, сейчас основным из разработчиков, который был выбран по тендеру, является компания IBM. И я хотела бы задать вопрос, видите ли вы некие риски, ну мы все здесь говорим в зависимости от бигтеха, да, планируете ли вы сделать собственную, например, разработку, или все-таки вы не видите здесь на самом деле каких-то страшных историй? Что касается развития технологий и в целом развития на нашем рынке, финтех на самом деле в Азербайджане является, то есть сейчас на очень ранней стадии. То есть наш проект это первый проект на блокчейне в Азербайджане. И то есть наше руководство также в прошлом году нам поручило подготовить план трансформации, в котором как раз-таки вот были включены проекты как в финансовом секторе, так и около финансовом секторе на три года. И мы также определили приоритеты реализации данных проектов. То есть мы со своей стороны также ведем переговоры с другими государственными органами, то есть Министерство налогов, таможня и подобные государственные органы, которые близки к финансовому сектору. Предлагаем им создать другие пилотные проекты на базе уже созданной нами блокчейн-сети. Ну и видим определенный интерес в этом направлении. По поводу второго вопроса, в зависимости от технологических гигантов, на самом деле у нас сейчас не так много ресурсов для собственной разработки. Но изначально, когда мы проводили тендер, было очень важно выбрать технологии с открытым кодом, чтобы в дальнейшем мы могли подготовить собственные ресурсы для развития наших решений. Вы, я так понимаю, планируете в дальнейшем, используя open-source решения, соответственно, дорабатывать, ну в общем, как и мастер-чейн, в общем, такой путь прошел. Как раз мы на базе open-source эфириума, по сути, создали собственные решения. Да. Понятно. Спасибо большое. Мне хотелось бы перейти к теме расчетов блокчейна, потому что мы сегодня с вами поговорили о цифровых финансовых активах от организации, очень надеемся на закон, все мы тоже очень ждем. Мы поговорили об использовании блокчейна в международных торговых отношениях, мы поговорили даже об идентификации, и, наверное, очень интересная тема, это тема расчетов блокчейна. Здесь я хотела бы вопрос задать Николаю, потому что компания S7 Tech Lab реализовала кейс по продаже авиабилетов с использованием блокчейна. Николай, расскажите немножко о кейсе, в какой он стадии находится, и еще, наверное, будет вопрос к вам, как реализована модель управления, как новые участники, например, другие компании, смогут подключаться к вашему решению? Спасибо, Татьяна. Добрый день. Во-первых, здесь, наверное, статус не совсем корректно указан, здесь написано «запуск для двух участников», но мы уже примерно два года работаем в продакшене, и на текущий момент у нас медичный оборот уже в районе 3 миллионов долларов через эту платформу, поэтому здесь… А участников сколько? Участников двое, да, но здесь имеется в виду, что мы уже давно работаем и приносим прибыль. Вот. И следующее, что я хотел бы сказать, что платежный кейс, который мы реализовали, это одна из немногих функций, которая дает преимущество при дистрибьюции наших билетов для нашей авиакомпании. То есть за счет этого нового подхода к взаиморасчетам мы, получается, снижаем планку для входа в бизнес для небольших агентов, и тем самым мы раскрываем потенциал данной технологии для массовых кейсов. Оператором сейчас является «Севентихлаб», мы совместно с «Альфа-банком» являемся создателями этой платформы, и правила, которые позволяют входить новым участникам в этот кейс, они, в принципе, сейчас выработаны, и мы на пороге большого масштабильность, скажем так. А можно я вас немножко по челленджу здесь, потому что мы с вами детально кейс обсуждали, я помню, у меня все равно остался вопрос, зачем здесь блокчейн, мой любимый вопрос про блокчейн, потому что, в принципе, можно, может быть, использовать было открытый API, например, еще наша очень любимая тема, потому что здесь речь идет о приложениях, это первая история, и все-таки второй вопрос, я его, наверное, тогда повторю, сейчас два участника, да, они в промышленной среде находятся, мы с вами обсуждали, а если новый участник хочет подключиться, что ему нужно здесь? Есть какие-то понятные правила, да, присоединения? Да, я, пожалуй, последний вопрос начну, свой ответ. Действительно, одним из важных моментов является создание юридической конструкции, потому что именно она обеспечивает легальность всего процесса и прозрачность для всех участников сделки блокчейн, является просто технической имплементацией этого процесса. Соответственно, правила у нас есть, они определены совместно с Альфа-банком, как я сказал, мы уже готовы расширяться, зачем нам здесь блокчейн, это все уже было не раз отвечено за последние два дня. Смысл в том, что смарт-контракты позволяют нам создавать гибкие правила, которые невозможно предусмотреть иначе, они позволяют нам запускать исполнение этих правил в среде между участниками всех взаимоотношений. Если посмотреть на историю информатизации, диджитализации, которая сейчас активно развивается, то можно заметить, что за последние 30 лет использование компьютеров, вообще электронных вычислений в компаниях, оно прошло длинный путь от печатной машинки до полной автоматизации всех бизнес-процессов. Но тут очень важный момент, что без блокчейна эта автоматизация заканчивалась на периметре компаний, потому что невозможно было взять несколько компаний и договориться о равных правилах игры для всех. С помощью блокчейна и с помощью смарт-контрактов мы можем создать прозрачные и понятные для всех участников бизнес-процессов правила, которые всем видны, они неизменны и никто не может изменить эти правила без ведома других участников. Это очень важный момент, и именно блокчейн дает эту возможность нам. Спасибо. Ну, действительно, один из важных трендов сейчас развития технологий – это так называемая ко-онкуренция, то есть когда происходит взаимодействие разных участников рынка, и, наверное, действительно блокчейн именно в этой конструкции, когда, с одной стороны, явно есть недоверие между конкурентами, но при этом есть определенная необходимость взаимодействия. И здесь действительно блокчейн помогает, я с этим согласна. Вы хотите добавить, да, Денис? Я просто дополню то, что Николай сказал уже, то, что вопрос, зачем нужен блокчейн между двумя участниками, и часто вообще, в принципе, зачем он нужен, задается постоянно. Одно могу сказать точно, вот из того, что я вот уже вижу даже вот, какую ценность это несет нам. Даже вот, например, процесс той же тарификации какого-либо процесса, который вот в рамках двух взаимоотношений там рассматривается, у тебя есть возможность создать это внутри себя, в своей среде свой процесс, переработать свой тарифный модуль, либо ты можешь задать правило, о котором ты договорился с участниками, и это правило определить на уровне смарт-контракта. Практика показала, даже вот на нашем конкретном примере вот в этом кейсе, что программировать решение снаружи намного проще и быстрее, и дешевле, чем менять инфраструктуру внутри. Но надо понимать, что у тебя инфраструктура к этому должна быть готова. И вот тут, несмотря на то, что вот тут два участника, это вот есть Альфа-банк и Севен, в данном случае есть уже большое количество агентов, которые там ведут эти расчеты, да, то есть покупают эти билеты, то есть это B2B взаимодействие. Добавление каждого нового агента, оно возможно только когда стороны согласовали, что новый член, даже участник, который без ноды, но который имеет право там совершать какие-то действия, он делается только по согласованию обеих сторон. То есть уже были случаи, когда мы там рассинхронно что-то делали, то есть либо мы сначала внесли, либо и Севен там внесла какого-то нового участника, и он не может начать работу, пока вторая сторона, либо там появится третья, не подтвердит, что да, он является доверенным. То есть программировать решение на смарт-контракте с внешней логикой, оно намного быстрее и проще, чем делать это на, я там, да, понимаю, что там многие вещи на OpenAP сделать тоже можно, но здесь вопрос, опять же, что мы хотим. То есть оркестрация событий на уровне смарт-контракта и создания этой доверенной среды происходит быстрее, правила, в общем-то, можно определять быстрее, их можно расширять. Оно масштабируемое, в отличие от OpenAP, который такой instance-related. Спасибо большое. Коллеги, на самом деле время совсем у нас закончилось. У меня буквально экспресс-один вопрос с очень коротким ответом от каждого из вас. Мы видим интерес со стороны всех участников и государственных учреждений, и банков, и не банков к развитию технологий и платформ. Что нужно сделать раз, два, три для того, чтобы такое количество большой экспериментов, пилотов, начало превращаться в жизнь, двигаться в промышленную эксплуатацию? Давайте, может быть, прямо по очереди, ну, помимо закона, да, мы уже озвучим. Нет, я просто хотел сказать, раз, два, три, регулирование. Закон, закон, закон. Клайф. Я думаю, мы находимся на том этапе, когда мы увидим притворение в жизни этих технологий, и я думаю, что есть хорошие параллели, которые есть с блокчейном, у блокчейна с зарождением интернета, и я думаю, что где-то в 97-98 году интернет находился на такой же стадии, как сейчас блокчейн, и, конечно же, интернет 97-го года не похож на интернет сегодняшний. Я думаю, что мы не сможем как-то форсировать этот процесс или настаивать на том, чтобы люди использовали блокчейн, но блокчейн будет развиваться, и я думаю, что есть группа технологических компаний, которые достаточно нетерпеливы, они хотят, чтобы все притворяло жизнь сейчас, но, конечно, мы понимаем, что, например, таким технологиям, как биткоин, всего лишь несколько лет, и, конечно же, я знаю людей, которые говорят, что это все хайп, и что это все не будет работать, но это чушь. Это длинное путешествие, и мы просто в начале этого пути, и я считаю, что очень важно, чтобы мы все это понимали. Блокчейн – это уже не хайп, это уже то, что используется, то, что развертывается, и некоторые приложения, которые на данный момент разрабатываются, конечно, провалятся, потому что они не соответствуют ряду требований, но, тем не менее, по прошествии времени мы увидим, что ряд этих приложений будут невероятно успешными, а часть из них мы даже еще не думали, но пути обратно нет, мы уже начали этот процесс. Спасибо. Наверное, с точки зрения государства, мне, как человеку, который не может ничего сделать беззаконно, мне нужны регуляторные песочницы. Другого варианта нету. Ну, а дальше все очень просто – смелость и желание меняться. Я бы сказал, что, наверное, не хватает успешных примеров на рынке, за исключением, наверное, нашего кейса, еще парочки, ни у кого не получилось сделать продукт. И, как мне кажется, мы будем продолжать своим примером, показывать всем, что это действительно работает, и что это очень большой потенциал для оптимизации процессов и взаимодействия. То есть рынок ждет героев? Именно так. Отлично. Я думаю, что нужно двигаться вперед, как сказал Клайв, и когда реальные проекты уже будут существовать в законодательстве, я думаю, можно будет построить более оперативно. Ну, я думаю, уже вопрос не в технологии, а как вы сегодня на утренней сессии говорили, что, наверное, время сотрудничать и договариваться. Больше вот в социальных скиллах. Спасибо. Вы знаете, я на самом деле слабо верю всякие в пилоты, я больше верю в продакшн. Сразу вот идея пришла, в продакшн сразу бросай, полетела. Хорошо, не прилетел, и убил, и как бы пошел дальше. Я точно могу сказать, что три вещи, да, вот вопрос был, три вещи, что делать. Точно должна быть воля, понимание, что делать, и отсутствие страха. Если ты чёткий, если ты профессионал, понимаешь свой бизнес, если ты понимаешь, что ты создаёшь и на что нацелено с точки зрения существующего законодательства это решение, бери, внедряй его, делай, потом неси регулятор и показывай, что вот они мои результаты. Я абсолютно убеждён, что регуляторы нацелены на то, чтобы бизнесу помогать, содействовать, скорее, чем вставлять какие-то палки в колёса в части вот этого. Поэтому если решение работающее, то, что мы делаем, мы готовы показывать, рассказывать, в том числе ошибки, которые мы видим, к чему это приводит. Поэтому воля, желание, отсутствие страха, это как бы ты понимаешь, делаешь, бери, делай. Потому что иначе в виртуальной среде это можно заниматься годами этими экспериментами, и ты не получишь то, чему, собственно говоря, ты пытаешься прийти, иначе это не работает. Вот моя позиция. Спасибо большое. Мне кажется, сегодня у нас у всех спикеров ересь, воля, нет страха, регулирование точно найдёт. Поэтому я хочу поблагодарить всех спикеров, поблагодарить всех участников. Спасибо большое. Думаю, что у нас получилось немножко обсудить о том, что может дать блокчейн для бизнеса. Надеюсь, что все скоро мы дотронемся до блокчейна. Спасибо. 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 Спасибо.